здравствуйте товарищи так сегодня у нас воскресенье замечательный день солнечный но я никуда не поехал ибо болит правая рука поэтому решил немножко восстановиться так вот сегодняшний ролик посвящается тем кто сомневается в малакубатурной техники то есть я уже проехал кое-какое расстояние на свои honda crf 300 ралли а это уже порядка 9000 километров где-то плюс-пинус да на спидометре и хочу вот поделиться вам с вами своими ощущениями впечатлениями по поводу малакубатурной техники я владею для тех кто не знает я владею двумя мотоциклами то есть это honda nc 750 и honda crf 300 л ралли которая да так вот вообще-то по-хорошему подобные видосы записываются на фоне мотоцикла но мне как бы идти на улицу лень и написать там поэтому я вот записываю на фоне камина типа камина и с кофейком вкусно так вот ребят что я хочу что я могу сказать по поводу малакубатурной техники я поймал себя на мысли не не то что на мысли я обратил внимание что я последнее время на н-цехе практически не езжу она у меня просто стоит во дворе и все там уже в этом месяце даже техосмотр закончится надо проходить заново но мне как-то даже что-то и не хочется ехать заморачиваться может как-то учета у меня к ней интерес угас с тех пор как я владею серия в 300 вот все в основном вот кого послушаешь до гонится именно за кубатурой под это какая-то вот какой-то невменяемый тренд кубатура кубатура надо повышать 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 чтобы что эмоции эмоции это скорость это тяга это я не знаю ну маленькая кубатура особенно эндуро тема я сейчас вообще в этой теме моё она дает намного больше эмоций чем просто езда по асфальту на крупно кубатурной технике особенно если в городе едешь это как бы особо и нафиг не надо ну со светофора стартануть да ну как бы с одного до следующего ну смысла как бы нет если конечно вы 200 по городу и башите это другое но опять же вам не место на допах в этом случае как бы ну ладно это совсем другая тема я сейчас не хочу на это уходить в эту сторону это не про это видос я понял для себя вот когда я пересел на серв 300 я понял что я ни хрена ездить а не умею на мотоцикле вот вот реально реально потому что в автошколе ну в классической до тебя учат выживать в городе учат соблюдать пдд чтобы ты мог ну определенные иметь навыки для выживания в городских условиях все а управление мотоциклом для тебя не учат ну там каких-то пара классических упражнений змейка там экстренное торможение и все то есть как бы ты сдал на экзамене и забыла потом просто ездишь да у тебя появляются навыки выживания в городе ты там можешь ездить по городу но по сути на мотоцикле то большинство из нас ездить не умеет потому что это вниз я когда купил сервича и поехал на нем ну как я же умею на мотоцикле есть я так думал сел все поехал сейчас сразу оффроуд хотя оффроуд который я ехал он был реально легкий вот сейчас я смотрю возвращаясь так где я ехал я даже ехал в том месте недавно неделю назад я там катался опять же в тех местах но там реально я разложился может как на ровном месте час и сейчас конечно но на тот момент я посчитал что я ездить умею но это все это же 300 кубов а тошни литр да как бы это на литре можно убиться поверьте на малоаккубатурной техники убьетесь еще раньше чем на литровом спортбайке опять же причина потому что мы не умеем ездить и вот когда я тогда поехал то без навыков то есть те городские навыки что у меня есть до ехать по городу по городу я на нем комфортно ехал все нормально там как бы проезд перекрестков то есть не проблем но когда я выехал туда где надо было ехать вот тогда у меня пришло понимание болезненное понимание что так нельзя потом когда я оклемался спустя пару месяцев я поехал на тэд германии на тэд швеция ну те кто меня знает то они конечно в курсе а те кто может быть новые на канал пришли возможно не в курсе в общем поехался я по тэту швеции но там я в принципе опыта то у меня особо то еще не было с тех пор потому что когда я тогда разложился и потом восстанавливался и потом по сути с нулевым опытом то поехал в швецию но я просто как бы вот здесь поменял вот здесь да в голове что надо осторожно что не надо воспринимать это как легкий мотоцикл как легкая куба тур мало куба турник что это ехал я первые несколько дней дня два наверно очень медленно прям вообще медленно то есть я вкатывался потихонечку потихонечку смотрел как себя ведет мотоцикл то есть я сложно было привыкнуть что когда ты допустим какие-то каменистые там дороги места то мотоцикл руль начинает колбасить то есть как бы поначалу очень страшно ты пытаешься контролировать ты пытаешься схватить а потом понимаешь что в принципе нормально то есть ты как бы руками держишься так за него ослабленные вот так вот колбасит а ты как бы пофигу но это опять же все приходит вот это понимание когда ты вкатываешься и потом уже вкатившись зная уже границы своего мотоцикла где он может где он где он не может где я не могу то есть как бы уже начал потихонечку ускоряться и уже потом через несколько дней я уже в принципе ехал более менее нормально как бы более менее расслаблено чем самом начале даже сейчас вот я допустим даже неделю дома посижу если я куда-то поеду я все равно буду потихонечку вкатываться сначала потихонечку вкатиться привыкнуть к ландшафту к особенностям покрытия и уже сориентироваться что касается эмоций эмоций не знаю мне сире фич дарит больше эмоций чем нс х дау нс х это паровозная тяга с низов там газу дал там тащит ну как бы ну это не те эмоции которые я хочу может кому-то нравятся именно эти эмоции но мне вот мне мне а другие эмоции мне вот мне нравится вот сейчас эндуро тема поэтому я хочу в этой теме развиваться и чисто кататься по тету благо километров по тету много и даже можно по одному и тому же маршруту проехать неоднократно то есть даже погодные условия меняются это уже совсем другая дорога совсем другие ощущения мне повезло в швеции что погода была прям такая ну в основном отличная погода была сухо было один раз только дождь попал вот реально один раз попал в дождь и это говорю это совсем это были совсем новые ощущения то есть как-то уже вкатился по сухому уже раз и тут бац и как бы дорога такая вверх вниз вот это где внизу там как бы вода поднимается там болотистая местность еще немножко и дорога как не получается заливается и у тебя получается постоянные такие броды то есть много и по началу страшно а потом ничего блин серефать молодец прям тянет мне не ожидал я прям что вот по лужам на второй передаче прям как как танк прет и все на фигму пофиг лужа там не лужа нормально все проходил но горю дождь меняет все потому что дорога перестает быть читабельной то есть ты уже не читаешь потому что когда по сухому ты видишь ландшафт ты можешь понять здесь колья здесь там ямка то есть ты заранее можешь как-то уже подготовиться а когда вода то есть вода как бы нивелирует то есть ты видишь просто блеск воды а что под этой водой там колья ямка ты этого не видишь тебе кажется что ты едешь по сути по ровной дороге но опять же это тоже потом когда вкатываешься привыкаешь к этому нюансу и нормально жить можно так что вот не знаю даже все это с энцеха и делать ну как бы продавать ее пока не планирую пусть стоит но езжу я на ней реально сейчас мало опять же энцеха как бы классный мотоцикл ну что-то вот по сравнению опять же с сервичем посадка мне неудобно мне вот стало реально неудобно на сервич из-за того что он низкий и в коленях в долгу ехать на дальники колени начинают ломить сильно на энцехи а на сервичи допустим такой проблемы нет там ты сидишь более менее ну угол не такой острый как на самый дальний проект пробег который на сервичи у меня был за один день это тысяча тридцать четыре километра я проехал за один день я ехал спокойно где-то соточка спокойно нормально то есть я времени у меня ушло тринадцать с половиной часов как бы я даже не устал я ехал с остановками заправка перекусы как бы просто выехал в 6 утра и вечером уже приехал в порт когда уже обратно возвращался поэтому кто сомневается что на сервичи можно ехать далеко и долго тот я скажу заблуждается конечно если у тебя там может быть гусь какой-нибудь и ты херачишь 150 километров в час то ты конечно может на пару часов быстрее приедешь ну пару часов они погоды не делают особо если ты в путешествии мне как бы было не принципиально но зато опять же вот сервич имеет преимущество перед большими тяжелыми туриндура вот на бездоре то есть на нем комфортно ехать я даже заезжал в лес ну я боялся как бы опыта мало сильно далеко от дорог не уезжал чтобы если чем можно было но если там уж совсем край чтобы можно было выйти на дорогу и там подождать помощь какую-нибудь то будет проезжать или что но сервич могил то есть я как бы не ожидал то есть сервич может больше чем могу я всему похеру там лес не лес тропа не тропа то есть там трава по колено ему просто похеру он туда заезжает и едет как-то я сам удивлялся то есть тут как бы мне не хватало скилл ну как бы я боялся а сервичу прям вообще пофигу там молодец по загрузке еще что заметил вот именно в путешествии когда был что-то я до хрена вещей взял тоже до хрена казалось бы вроде взял все самое необходимое но спустя несколько дней я понял что половина вещей я взял можно было и не брать я поэтому все что я не использовал как бы собрал в один пакетик там получился такой объемчик пару килограмм чиков веса и запихал в самые 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 дальние углы багажа чтобы как бы ну как если если когда-нибудь приспичит что она есть но в будущем даже я этот мешочек до сих пор еще не распаковывал с этими вещами чтобы знать на будущее что его брать не обязательно потому что чем легче багаж тем комфортнее ехать я думаю если когда-нибудь соберусь куда-нибудь на юга то багаж еще меньше будет потому что мне надо будет меньше теплых вещей брать с собой кстати ребята чё хочу сказать кто досмотрел видос до этого место то мне уже до конца сентября уже надо как бы планировать отпуска на будущий сезон поэтому если есть какие-то предложения там сгонять куда-нибудь на оффроуд весной летом то пишите в комментариях если что синхронизируем отпуска там выходные как-нибудь но именно оффроуд именно ted ну что-то подобное от эту то есть асфальт я не хочу то есть асфальт путешествие теперь не мое я для себя тему закрыл скучно по асфальту ты едешь только как от точки к точке да если ты запланировал там кучу каких-то мест посмотреть кучу разных точек туда съездить сюда съездить и по сути-то ты только едешь от точки к точке и так далее а именно удовольствие от самого процесса ну по асфальту ну кто бы что ни говорил но это скучно скучно а на афроуде на тети да ты как бы ты всегда в процессе тебя то есть тебя нет от этого от точки к точке ты едешь и получаешь эмоции именно в процессе езды потому что где-то усложняется ландшафт где-то полегче то есть ты не есть время в напряжении да то есть бывает что какой-то кусочек по асфальту ты едешь раз немножко расслабился потом раз съехал с асфальта опять и так далее поэтому ладно ребят что-то я заболтался спасибо кто досмотрел подписывайтесь на канал ставьте лайк ну или не ставьте план всем пока а